Всем привет! С вами заброшенная страна на канале по дорогам и лесам. В этом выпуске мы продолжаем осмотр свежезаброшенного пионерского лагеря. В этот раз мы осмотрим его территорию, расположенные на ней игровые и спортивные площадки, а также некоторые другие постройки. Кроме того, мы покажем вам клуб этого учреждения и его актовый зал. Вы также увидите большое количество предметов советской эпохи, обнаруженных нами в различных корпусах этого лагеря. Итак, смотрим! Едва подойдя к ограде, я не поверил своим глазам. Менее всего это место напоминало неохраняемую заброшку. Однако конец июня это то время, когда на таких объектах кипит жизнь, а здесь на первый взгляд ни одной живой души. Однако это лишь на первый взгляд. Оказавшись на территории, мы какое-то время соблюдали осторожность и старались сильно не шуметь. Однако очень скоро мы поняли, что здесь можно особо не осторожничать. Помимо нас на территории находилось несколько групп праздно шатающихся людей. Забавно, но некоторые из них, едва завидев нас, разодетых в камуфляж, начали делать вид, что они тут просто в баскетбол пришли поиграть. Хотя до этого, как и мы, бродили по корпусам лагеря. Надо сказать, что проблем с доступом в здание не было никаких. Большинство дверей было открыто, причем некоторые из них нараспашку. Но к зданиям мы еще вернемся. А сейчас хотелось бы сказать несколько слов про общее впечатление от осмотра лагеря с улицы. А впечатление очень простое. Люди ушли отсюда совсем недавно. Детские площадки, беседки, корпуса лагеря. Все это аккуратно покрашено и в целом имеет очень ухоженный вид. Уже после посещения объекта я нашел во Вконтакте сразу несколько групп, посвященных этому месту, из которых я узнал, что прошлым летом этот лагерь вовсю работал. Этим и объясняется его ухоженный внешний вид. А в этом году его покинул последний сторож, после чего это место оказалось брошенным на произвол судьбы. Мы успели побывать там в тот период, когда печальная судьба объекта еще только начинала творить в отношении него этот самый произвол. Небольшая детская площадка на территории этого лагеря. Здесь мы видим карусель, которая все еще крутится. качели с солнышком и лягушатами, которые тоже еще работают. Кроме того, здесь мы можем увидеть небольшую горку и обязательный атрибут любого лагеря рукомойник. Кстати, что интересно, по-моему, вон там находится у нас фонтанчик для питьевой воды. Небольшой сарай. Здесь на территории лагеря на нем написано пожарный водоем и пожарная мотопомпа. Ну, собственно говоря, пожарный водоем и пожарная мотопомпа. Водоема я, правда, не вижу пока, но некий пожарный инвентарь здесь присутствует. Вот мы видим пожарный бронсбойт или гидрант, или я не знаю, как это называется правильно. А вот, собственно, сама мотопомпа. Здесь мы видим двигатель внутреннего сгорания. Вот это явно карбюратор. Двигатель наверняка двухтактный. Топливный бак. И трубопровод, кстати, сюда подходит. То есть эта мотопомпа качает. Вполне возможно, что воду из трубопровода. Также здесь мы можем увидеть большое количество пожарных рукавов и разного рода плакаты, связанные с пожарной безопасностью. Кстати, он железный. Вот интересный такой плакат. Пожарный расчет ДПД. Видимо, это информационный лист о том, конкретно какие люди, в какую смену, в каком пожарном расчете и что они должны делать в случае пожара. Информационный листок. Еще один небольшой деревянный дом. Хотя нет, это, пожалуй, большой деревянный дом. Дверь мы видим открыта. Это какая-то, видимо, детская игровая зона. Или что-то такое. В детстве когда-то у меня был барабан. Правда, не такой, а чуть-чуть поменьше. Здесь вот мы нашли как раз-таки барабан. И в него можно бить. Что здесь написано? А? Настя, Ленинград. Да он, походу, именной, этот барабан. Четырехколесные роликовые коньки. Ни фига я таких даже не видел. И я таких не видел. Я такие видел только на картинках, на всяких. Кстати, по ощущениям довольно устойчивые. И очень легко катаются. В хороших подшипниках. Металлическая основа. В одном из помещений обнаружился еще вот такой артефакт. В советской эпохе. Либо, может быть, поздней эпохе. Детская игра, рулетка. Сейчас я не знаю, продают такие или нет. Потому что, как бы, у нас же с казино идет борьба. Года так, с 2007, по-моему. Но, тем не менее, вот рулетка. Вот она крутится. Если сюда запустить шарик, он будет крыгать. Еще одна кладовка. И, как обычно, в кладовках очень интересно. Здесь вот на полке присутствует такой вот джойстик. Он, кстати, очень легкий. И здесь на нем внизу написано. Джойстик. Для тех, кто не понимает, что это такое. Выглядит он так, как будто бы он из 90-х. О, у него даже в этой оси есть движение. Блин, это когда-то, наверное, был крутой джойстик. По мой взгляд. Вот такой предмет. Абсолютно непонятного назначения. Высокие. Так, ну, мы его перевернем. Снова, как панель от самолета. Громкость. Лар, МКР. МКР, это, наверное, микрофон. ЗВС, МАК, это магнитофон. Высокие. Ну, вот. Какой-то блок управления, видимо, звуковым оборудованием. Ящик со всякой акустической мелочевкой. Микрофон. Микрофон советский, наверное, с таким еще разъемом. Да. Со старым советским разъемом. Старый советский микрофон. Этот. Приемник, что ли? Ммм, приемник. Радиоприемник. РП-8310 раскуроченный. Да-да-да. Обожаю вот такие штуки. Да. Такая ретро-телефонная трубка. Причем с кнопкой вот здесь. Видимо, это от рации трубка. Что здесь за разъем? Ну, это совершенно точно. От рации или от какого-то военного оборудования. Мы видим мощный такой разъем. А это телефон прямой связи. Номер набирателя мы здесь не видим, потому что его нет. Вот. Соответственно, этот телефон вот так висел на стене. На нем стоит цифра 15. И здесь написано 15. Можно было взять и кому-то что-то сказать. То есть это прямая связь с каким-то другим телефонным аппаратом. Ну, вот такой вот ретро-телефонный аппарат. Ну, тут вообще интересно. Я вам скажу. А вот эта штука. Элина. Это вполне себе современный предмет. И это есть не что иное, как пульт управления. Сиреной, спецсигналами и матюгальником. Он такие ставится на полицейские машины, на пожарные, на скорой помощи. Здесь мы видим, под магнищен он. Вот, пожалуйста, мы его повесили на стенку. Здесь вот эти кнопочки. Это нажимаем и что-то орем. Типа, эй, пешеход, уберись отсюда. А вот эти кнопочки включали. Ну, тут сложно сказать, какая что. Разные режимы работы. Как минимум, одна из них включала мигалку. Одна из них включала сирену. В смысле, вью-вью-вью. Одна, скорее всего, это крякалка. Куа-куа. И одна еще что-то включает. Я, честно говоря, даже не в курсе. Но это вполне себе современный девайс. Может, мы мигалку тут найдем? А вот тут машина. Здесь кто-то разобрал. Судя по всему, здесь кто-то разобрал полицейскую машину. Здание клуба, кухня и столовой. Собственно, кухню и столовую мы подробно показали в нашем прошлом ролике. Ссылку на который я оставлю в описании и в подсказке к этому видео. Сейчас же я очень коротко покажу самые интересные находки. А именно, вот эти огромные баки для приготовления пищи. Вот этот непонятный агрегат, который, скорее всего, является тестомесом. А также большое количество разного рода электрических плит и другого кухонного оборудования еще советской эпохи. А сейчас перейдем к осмотру клуба. Ну что, друзья, мы прошли через кухню, мы прошли через столовую. И, в общем, мы вышли, судя по всему, к главному входу в эту столовую. Вот такая обалденной красоты лестница. В позднем Советском Союзе очень любили вот такие большие масштабные лестницы. С такой отделкой под мрамор. А может быть, это и мрамор, кто его знает. Вот, с такими вот мощными перилами широкими. И по такой широкой квадратной спирали. Если можно так сказать. Ну что ж, спустимся по этой лестнице. Это влезет. Ух ты! Клубок, верно, где-то так. Мы находимся на первом этаже этой столовой. Столовая в пионеролагерях очень часто совмещалась с клубом. То есть, с тем местом, где дети проводили время. В клубах, как правило, были помещения для разных секций. Помещения для отдыха. Возможно, мы найдем здесь дискотеку, библиотеку и что-то еще. Сейчас мы осмотрим вот эти помещения, которые относятся к клубу. И поглядим, что здесь есть. Помещение оказалось довольно-таки пустым. Но при этом уже покрытым граффити. К счастью, у граффитистов хватило ума не уродовать потрясающий рисунок, изображенный здесь на одной из стен. На момент нашего посещения он выглядел вот так. Цел ли он сейчас, не знаю. В этом помещении обнаружилось несколько уже раскуроченных подсобок с разным хламом, среди которого попалась, например, вот такая вот швейная машинка. Следующим помещением оказалась небольшая библиотека, к которой мы еще вернемся. А пока осмотрим имеющееся в ней небольшое подсобное помещение. Друзья, мы нашли здесь подсобное помещение, в котором находятся остатки огромного количества разного рода советской техники. Конечно, здесь кое-что уже немножечко подраздербанили, но есть еще большое количество артефактов, которые мы вам сейчас с удовольствием покажем. Друзья, у меня в руках кинопроектор. Ох, и тяжеленный же он. Здесь вот мы видим под крышечкой находится объектив. Ну, снимать не будем. Вот, вот, пожалуйста, кинопроектор. Кроме того, здесь присутствует какое-то звуковое оборудование. Вот, например, старый проигрыватель виниловых пластинок Victoria 03 Stereo. Здесь также можно увидеть вот такой вот магнитофон. Как я люблю вот эти старые советские бобильники. Они выглядят, как приборная панель от самолета. Такие клавиши мощные, кандовые, способные пережить, я думаю, ядерную войну. Два канала. Ага, ну, значит, стереомикрофон. Ну, да. Модель 203.1 Stereo. Стереомагнитофон. Это, по-моему, пауза была кнопка с таким значком. У меня были советские магнитофоны в детстве. Да, обожаю такие штуки. Давайте посмотрим, что еще тут есть. Вот это что-то... Я даже не знаю, что это. Еще одна панель от самолета. Ну, я шучу, конечно. Также вот там на полке мы видим швейную машинку, вернее, ее верхнюю часть. Друзья, мы видим часть от швейной машинки. Почему часть? Потому что в сборе швейная машинка представляет собой большую деревянную тунгу с педалью внизу. Когда эту педаль нажимаешь ногой, от педали привод идет вот на эту ручку. И вот таким вот образом швейная машинка работает. То есть мы видим часть швейной машинки, которая хранится здесь, в этом помещении. Что вот это за агрегат? Я, честно говоря, сходу понять не могу. Вот мы видим приемник MB1, MB2, швыкл, сеть, анод, экран. Мыши, что ли, тут бегают? И все, может быть. Сеть, анод, экран. Высокий, низкий. Я так думаю, что это какой-нибудь усилитель был. Либо какой-то коммутатор звукового оборудования. Но это старая советская штука, такая кондовая. В железном корпусе. Прямо смотришь, как будто из Fallout 3 или Fallout 4. Друзья, здесь на полке лежат фотоаппараты. И в их числе вот такая коробочка. Написано Lamo, смена. Я... Да ладно. Ох ты. Ну, на самом деле, это один из самых простых ламошных фотоаппаратов. Опять же, в детстве у меня такой был. Мне его подарили в качестве игрушки. Здесь вот у него затвор взводится вот этой штучкой. А спуск затвора то ли вот этой кнопкой. А, это такой постепенный спуск. То ли... Я уж не помню. Честно говоря. Но... Я думаю, что... Перемотка, видимо, кадра. Я уже не помню, как это работает. А, вот это... С помощью вот этой штуки можно было перемотать пленку. Пленка заряжалась вот сюда. Блин, новый фотик в коробочке. С ума сойти. Таких находок еще не было. Да, друзья. Вот так вот. Ладно, убираем все на место. Друзья, мы находимся в помещении библиотеки этого клуба. Библиотека такая небольшая, но довольно уютная. Здесь, в принципе, мы видим полку с книгами. Книг не так много. Но, на мой взгляд, попадаются некоторые довольно любопытные экземпляры. Ну и, естественно, в любом нормальном советском пионерлагере должно быть что? Ну, полного собрания сочинений Ленина здесь, конечно, не будет. Все-таки библиотека детская. Но воспоминания о Ленине. Ну, конечно же. Между прочим, написала Крупска. Ну, кто бы сомневался. Здесь нафорзаться текст. Блин, ну тут типа рукописный шрифт. Ленин был врагом царей, помещиков и капиталистов. Врагом угнетателей. Ленин был самым близким другом рабочих и работниц, крестьян и крестьянок, другом всех трудящихся. Ленин был другом угнетенных народов. Звал их на борьбу. Ленин вел всю жизнь миллионы рабочих и крестьян на борьбу против гнета за волю, за землю, за лучшую долю. Ну, я так понимаю, это крайнее краткое содержание всей вот этой довольно полстой книги. Вот. Но надо сказать, что да, тут много чего про Ленина. Ну, видимо, все. Друзья, осмотр актового зала получился коротким и немного скомканным в связи с тем, что у нас произошел запал. Живущая неподалеку пожилая женщина, как оказалось, бывшая работница этого лагеря, услышав, как наш друг играет в актовом зале на фортепиано, пришла на шум и, увидев нас, как часто бывает, начала отважно возмущаться. Поэтому актовый зал мы отсняли на скорую руку практически одним дубом. Но, несмотря на то, что кадры получились, мягко говоря, не самые удачные, ни показать вам эту красоту мы попросту не могли. Потрясающей красоты актовый зал. Здесь у нас вышелся небольшой запал, да? Мы немножко поснимаем. Здесь все разрисовано в космических мотивах. Мы можем видеть на стенах вот такой космонавт. Это, на самом деле, потрясающей красоты изображение. Здесь вот фантастический какой-то персонаж. Тоже в скафандре с каким-то бластером. Напоследок мы покажем вам несколько слайдов, которые нашли в одном из корпусов этого бывшего, теперь уже детского, здоровительного лагеря. С вами была заброшенная страна на канале «По дорогам и лесам». Мы ищем объекты и артефакты ушедших эпох, находим их и показываем вам. Палец вверх, если видео вам понравилось. Подписка, если смотрите нас впервые. И до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова